Уборка зерновых преодолела экватор. Обмолочено 650 тысяч гектаров. По средней урожайности картина складывается пестрая, от 9 до 30 центнеров. Сказалась засуха, однако регион обеспечит себя хлебом в достатке. Прогноз Минсельхоза 1 миллион 700 тысяч тонн. Почему он гораздо выше того, что написала небесная канцелярия, выяснил Сергей Павлов. Представьте, что вас на два месяца поместили в раскаленную печку и дали один стакан воды. Состояние явно будет не ахти. То же самое можно сказать и об этой озимой пшенице. Этой весной над ней пролились всего лишь два дождичка. Спасло то, что сельчане применили все агротехнологии и сохранили в почве необходимую влагу. Ту самую воду в этом хозяйстве удалось закрыть на замок еще прошлым летом, когда пшеницу сеяли по чистым парам. По весне поля подкормили удобрениями и применили весь комплекс защиты от болезней, сорняков и вредных жучков. А потом началась настоящая проверка на выживаемость. Как не угнетало растение почвенное и атмосферное засуха, выстояли. Хватило именно той влаги, что запасли год назад. Урожайность в 35 центнеров как хорошая затрещина, насолившая крестьянам небесной канцелярии. Именно озимые культуры, они в данном случае являются таким буфером именно по выручке и, скорее всего, по яровым. Таких вот супер-мега результатов мы не получим. Хотя по этому подразделению вот начали убирать горох. Он, в принципе, порядка там 18 центнеров у нас получается убирать. Нынешняя засуха пятая за последние 10 лет, но не такая критичная, как в 2010-м. Больше всего пострадал яровой клин, и то в основном на юге. Скромный фермер из Челновершинского района Ильша Тухватулин не нарадуется ячменю. Дает 25 центнеров с гектара. Такая урожайность – результат аграрной смекалки и подарок погоды. Снег сошел, заделали, сделали, забарановали, сделали влагозащиту. Посеяли вовремя, сходы пошли вовремя. Немножко дождь попал. Урожай хотел получить, я его получаю. С Божьей помощью, опять же. Экстремально жаркие месяцы, как ни странно, внесли и позитив. Практически все озимое зерно продовольственное, с высокими хлебопекарными качествами. Да и закупочные цены на зерновые сейчас гораздо приемлемее, чем в прошлом году. В сравнении с прошлым годом есть спрос и хорошие предложения по цене. На пшеницу качественную и на фуражку. То есть вся продукция, выращенная сегодня на наших полях, востребована хорошо. Сейчас в регионе намолочено 1 миллион 200 тысяч тонн зерна. Обмолочено 62 процента площадей. Многие районы только вступают в активную фазу уборки яровых. По прогнозам Минсельхоза, воловой сбор зерна в этом году составит 1 миллион 700 тысяч тонн. Сергей Павлов, Александр Дудко. Новости губернии. Челновершинский район.